Берете две доски 150 на 50, закидываете их на плечо и пытаетесь немножко пронести. Если шпингалеты лопнули и вас завалило, доска сырая. Мороз и солнце, день чудесный, друзья, всем привет! Привет всем, друзья! Ребята, у нас наступила самая настоящая зима. Сейчас минус 14, ночью будет минус 20. Приехали на дачу, чтобы греться возле костра. Закончились, друзья, у нас январские праздники, народ стал просыпаться и активизировались домашние строители. В хорошем смысле этого слова, конечно же. В последнее время нам стало очень много приходить комментариев на наши старые видео. На тему фундамента, на тему проекта, конечно же, стоимости всего, то, что мы сейчас нагородили. И, естественно, самый главный вопрос, какая печка? И второй, почему все-таки каркасная баня? Лично я, друзья, твердо убежден, что YouTube должен творить добро. И, понятное дело, то, что мы с Юлькой отвечаем на все комментарии. Я это делаю на YouTube, она это делает в нашей группе ВКонтакте и в Инстаграме. Понятное дело, друзья, то, что нашей квалификации не хватает, чтобы записывать видео из разряда, как правильно сделать что-то. Но посоветовать мы всегда можем. Если же мы не знаем этого ответа, тогда этих пользователей мы посылаем. А посылаем, конечно, к тем блогерам, на каналах которых люди точно получат квалифицированный совет. Друзья, почему каркасная баня? Этот вопрос нам задают все, потому что каркасная баня быть типа не может. На самом деле все очень-очень просто. Ты вообще помогать не будешь? Друзья, мы сегодня готовим плов из гречки, либо второе название у нее называется гречка по-купечески. И вот пока что я сейчас буду Юльке помогать, а и готовит Юлька у нас сегодня, я буду помогать Юльке нарезать мясо. Мы как раз с вами и поболтаем вот на этот самый вопрос. Почему же все-таки каркасная баня? Ребята, мы не строим баню, мы строим дом-баню. И это, собственно, и есть это главное отличие. В обычной бане, в классической бане из бревна жить нельзя, потому что, сами представьте, бревенчатые стены плюс проливные полы. А что такое проливные полы? Это когда заливается бетонная чаша и уже сверху ставятся проливные полы. Представляете, как можно жить в такой бане? Нельзя. Утром, вечером, вернее, эту баню натопили, да, классно, жарко, все здорово, но вы утром просыпаетесь, и у вас пневмония, либо там какой-нибудь, я не знаю, менингит, либо коверный вирус. Вот и весь секрет, нету ничего теплее каркасника. Друзья, я не сошел с ума, я понимаю то, что каркасник тот еще подарочек, но таблицы энергоэффективности, теплопроводимости, они всем известны. Вы все прекрасно понимаете то, что 150 утеплитель держит тепло точно так же, как сороковое бревно, либо как полтора метровая кирпичная стена. Ребята, вы когда-нибудь видели кирпичные стены в полтора метра? Если честно, я видел только это один раз в бункере Сталина на экскурсии в Самаре. Никто такие дома не строит. Вот и ответ на этот вопрос. Именно поэтому у нас фундамент свайный, именно поэтому у нас нет проливных полов, именно поэтому мы утепляемся минеральной базальтовой ватой. Да. А вот, друзья, посмотрите, вот эта штука, это самые настоящие лесные грибочки, которые мы с Юлей собирали в прошлом году и заморозили их на зиму. По-моему, это белые, да? Кто такая Юля? Кто такая Юля? Это белые грибы. Вот они еще до конца не разморозились, друзья, они уже отварены. Аромат просто бомба. Вообще, кстати, посмотрите, как классно. У нас светит солнышко, у нас трещит костер. Я прибуханный, довольный и пахнет вот такими вот замечательными грибочками. Ну, я не знаю, Юлька не хотела ехать на дачу, а мне кажется, вот это самое главное. Реально, ты целую неделю паришься в офисе, и вот сейчас, ну, честно, я отдыхаю. Несмотря на то, что я в валенках, ноги только мерзнут, потому что я сижу и нихрена не делаю. Но ничего страшного, дома-то все равно тепло. Давайте, друзья, это очень грустное и нудное видео разбавим летними картинками и как раз посчитаем, еще раз вспомним, во сколько обошлось нам наше строительство. Начнем с фундамента. В нашем случае это свайно-винтовой фундамент, 12 штук, и вышло нам это в 42 тысячи рублей. Сюда же вошел доставка-монтаж, само собой, аренда генератора и еще всякие ништяки, потому что несколько свай у нас слишком близко к соседскому забору. Львиная доля вопросов это, сколько ушло материала, сколько ушло леса. Друзья, отвечаем, леса ушло 8 кубов, с доставкой нам все это дело вышло в 70 тысяч рублей. Обвязку мы сделали из стройной доски 150 на 50, лаги пола из 200-й доски, а вот стены мы сделали из 100-й доски, стропила 150-й. Сколько штук конкретно, честно говоря, я вам не скажу, но в итоге получилось 8 кубов. Кровли у нас из металлочерепицы, сами листы и аксессуары в виде конька-капельника-конденсатой торцевой планки нам обошлось в 28 тысяч рублей. Полы, друзья, полы очень-очень больная тема, потому что как положить плитку на деревянный пол, тема очень распространенная в интернете. мы сделали следующим образом. Мы использовали листы ГВЛа в два слоя, получается 24 миллиметра. Все вместе, вместе с гидроизоляцией и пленками, и утеплителем нам полы вышли в 34 тысячи рублей. Дальше перехлестное утепление. Перехлестное утепление мы сделали снаружи. Вышло это в 12 тысяч рублей. Ну и обшили мы домик имитацией бруса. Три стены имитации бруса нам вышло в 30 тысяч рублей. Вот, кстати, друзья, еще один такой момент. Очень многие говорят, что каркасная технология – это дорого. Конечно же, друзья, это недорого. А вот навести красоту в каркасной технологии – это дорого. Вот имитация бруса – самый дорогой, по сути, материал. Можно было бы сэкономить? Конечно, можно. Можно было взять нашу баню, обшить листами ОСБ и сэкономить ту же самую тридцатку. То же самое можно было бы сделать внутри бани. Так что каркасник – это недорого. А вот красота – это дорого. И это хорошо, потому что мы строим для себя, и вы тоже строите для себя. А для себя, конечно, надо делать красиво. У нас опять утро опухших пчеловодов. Друзья, на все про все у нас ушло 230 тысяч рублей. Но дело не в деньгах. Дело в реакции и в отношении к этой сумме. Кому бы я ни говорил, все мне отвечают в один голос то, что Антон, это очень дорого. Это очень дорого. Когда мы начинаем спорить, я пытаюсь доказать то, что это недорого, потому что я строю один, я уже экономлю кучу денег. Нет. Люди пишут, люди кидают мне всякие ссылки на всякие строительные компании, на сайты, где баню, каркасную баню 6х4 можно построить и за 200 тысяч, и за 250 тысяч. Есть за 400, есть за полтора миллиона. И мне говорят, ну вот, посмотри, почему у них уже под ключ 250, а у тебя 230, а она у тебя только наполовину сделанная. Ты еще столько же вложишь? На самом деле, друзья, вложу я туда еще больше, чем эту половину. Но, тем не менее. Я не знаю, почему. Я, конечно же, всем отвечаю правду. То, что эти строительные компании, это очень добрые люди. Они заказывают лес по дилерской цене, а их рабочие бесплатно, они не получают зарплату, просто так строят дома. Вот такие вот Дед Морозы. Только Дед Мороз работает один раз в год, а эти работают каждый день, дарят счастье, бесплатно. Наша сегодня гречка, а именно плов, будет из говядины. Нарезаем ее вот такими вот полосочками, как картошку фри. Не знаю, можно по-разному, но мне нравится вот так вот. Очень, кстати, здорово. Кстати, на таком морозе наше мясо конкретно, блин, подзамерзло за несколько часов. И мне кажется, уже топор пора нести, нож уже справляется с трудом. Ну раз, друзья, мы сегодня готовим все-таки плов из гречки, поэтому масло мы выбрали хлопковое, либо хлопковое, честно говоря, не знаю. И давайте обжарим лук. Давай, Юля, лук. Так, друзья, ну лучок мы нарезали, конечно же, полукольцами побольше, потому что когда он растает, видно, его не будет. И чувствуется тоже. Давай, Юль, заряжай казан. Вот такая красота. А какие звуки? Уже запах пошел, блин. Как же классно, а? Так, говяжка пошла? Давай. Говяжка у нас немножко подзамерзла. Ничего, сейчас погреем. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, очередь настала грибочков. Друзья, здесь шампионы покупные и домашние, как я сказал, лесные грибы. Все, заливаем водичкой, минут 10-15 будет томиться наш зирвак и сама, собственно, греча. Ну и, конечно же, друзья, какая у нас, какой плов без зиры? Сейчас мы ее тоже добавим. Очень много, друзья, таких комментариев, Антоха, из какой доски ты строишь? Из сухой, либо из мокрой? Я всем отвечаю, что я строю из доски сухой, естественной влажности. И вот тут вот по невероятному какому-то, я не знаю, стечению обстоятельств у всех возникает такой вопрос. В смысле? Так все-таки, из сухой, либо из сырой? Из сухой камерной сушки, либо сырой, прямо с лесопильней? Я говорю, нет, друзья, я строю из доски естественной влажности. Если у вас нету влагомера, как отличить, подсунули ли вам доску очень сырую только с лесопильней, либо она действительно несколько месяцев хранилась в ангаре? Элементарно. Берете две доски, 150 на 50, закидываете их на плечо и пытаетесь немножко пронести. Если шпингалеты лопнули и вас завалило, доска сырая. Если тяжело, но можно, значит все-таки несколько месяцев она выветривалась. Привозите, оставляете у себя под навесом и продолжаете строить. Честно говоря, это полный бред. Я согласен, ребята, нам в Испе всем пишут то, что да, нужно только сухая доска. Но, ребята, вы когда-нибудь видели сухую доску камерной сушки? А я видел. Она настолько кривая. Там не то, что банан, там не то, что радуга. Там, я не знаю, там просто вот, ну, строить из такой доски нереально. Тогда как вот такой вариант, мне кажется, для самостройщика самый приемлемый. Ну, я могу ошибаться. Друзья, решили мы выйти погулять по деревне. Какая же красота! Никого нету, тишина. У нас почти закат. И посмотрите, на небе не облачко. Очень-очень много вопросов у нас про печку. Типа, Антоха, какая у тебя будет печь? Типа, Антоха, посоветуй, что выбрать? Ребята, я, если честно, я понятия не имею. Я вот сейчас хочу вас попросить, чтобы, может быть, вы мне посоветовали, какую печку выбрать. Но здесь не все не просто так. Друзья, как выбрать печь для бани, я, конечно же, знаю. Потому что формула самая универсальная. Нужно взять объем парилки и умножить на коэффициент. В нашем случае коэффициент равен полтора. Потому что у нас будет стеклянная дверь, потому что у нас есть окно, и потому что у нас полы будут из керамогранита. Но как выбрать печь для домика, который мы будем не просто топить, а который мы будем топить постоянно. Как только мы утром приехали, мы печку затопили. И так весь день, и так даже всю ночь. Честно говоря, я не знаю. Поэтому, друзья, если есть у кого-то какие-то варианты, напишите, покидайте мне ссылки. Я с удовольствием посмотрю. У меня еще, как говорится, 4 месяца впереди до лета. Есть время выбрать, и есть время скопить денежку, если что. Прошло у нас 20 минут, друзья. Зирвак наш готов. И добавляем гречку. Гречку, само собой, конечно же, мы промыли. И вот теперь самое время добавить ее в наш казан. Гречки у нас, друзья, получается 900 грамм. Поэтому добавляем в два раза больше воды. И, конечно же, самое главное, что нужно для каши, это масло. Маслом кашу не испортишь. Как говорится, да, маслу каслом не испортишь. Кашла, масла, масла. Чего? Машу каслом. А, кашла маслом? Машу каслом. Ну все, оставляем минут на 40, я не знаю, на полчасика, и все будет... Зашибок. Зашибок, гудненько. Блин, класс вообще. Ну, конечно, на костре приготовленное. И с маслицем. Все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. И всем пока. Пока. Да, съездили на дачу, да? Посуду меньше мыть надо. Все. Юлька красавица. Ну, это целое. Пока.